Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исаии и поговорим сейчас о 54 главе. 54 глава тоже содержит некоторую часть гимна страдающему рабу Божьему, но в то же время это вполне отдельная, отличимая часть гимна. И здесь, в отличие от предыдущей главы, в общем, понятно, к кому обращается Бог через пророка. К дочери Израиля или к дочери Сиона обращается Господь и говорит, «Возвеселись, неплодная и нерождающая, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющей мужа». Это такое поэтическое предисловие к дальнейшему гимну. Речь идет о том, что уведенный в плен Израиль, обреченный, в общем, на вымирание в силу политических, там, социальных, полицейских, экономических, каких угодно, причин в плену, вот он обречен. Неплодная и нерождающая, ничего в этот мир он не принесет, не приносит и принести не может. Такова, если хотите, аллегория. Так изображается здесь пленный Израиль. Но Господь говорит, «Возвеселись, потому что в этой твоей униженности, униженности, скорби и боли, и ничтожности, той боли, о которой шла речь в предыдущей 53 главе, Господь говорит, в этой твоей униженности и скорби Бог присутствует с тобой, и поэтому это гораздо более похоже на настоящую жизнь, гораздо более плодотворная жизнь, чем существование народов, которые думают, что они благополучны, успешны и им есть чем хвалиться». Господь говорит, «Распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами». Да, сейчас, как Мессия в скорби, боли, страданий, как Мессия, на которого Бог возложил наши немощи и наши болезни, так Израиль на грани смерти и в полной бесплодности. Но ты распространишься, и потомство твое завладеет народами. Ну, по совести сказать, огромное множество читателей этого текста до времен Господа нашего Иисуса Христа и после, ну, так и понимали, так и понимали, что надо всех завоевать, как теперь говорят, нагнуть и заставить повиноваться народу-богоносцу. Ну вот, сказано, потомство твое завладеет народами и насилит опустошенные города. И в результате всякий народ, выскочка, который думает о себе, что мы народ богоносец, точно так же, как Израиль. Точно так же, как Израиль. Считает, что все должны ему подчиниться, завоеваться. И вот эта вот вся картина, по большому счету, омерзительная, воспроизводится из поколения в поколение. И, в общем, ну скажи кому-нибудь, что это поэтическая аллегория, что вовсе не имеется в виду, что потомство вот этого или другого народа опустошит города и завладеет народами. Да, что это для красного словца. Вот очень большое вызовет, скорее всего, недовольство. Но, тем не менее, это действительно так. Не бойся, ты забудешь посрамление юности твоей. Вот что, собственно, хотел сказать Бог. А дальше начинается опять неожиданное. Потому что в своем обращении к чересе Сиона Господь говорит, если таковы слова. Пятый стих. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф. Имя Его, Искупитель твой, Святый Израиль, Богом всей земли назовется Он. Речь идет о Господе Вседержителе, Боге Израилеве, который Бог всей земли, который Бог воинств. Целый ряд поразительных титулов здесь приводится. И самый главный из них, конечно, Творец. И сказано, Творец есть супруг твой. Неожиданный поворот. Прямо неожиданный для новозаветного читателя вполне себе. Однако же для Ветхого Завета, по крайней мере, начиная с эпохи плена и вот с этих слов Исаия, этот образ запоминается и работает. Завет с Богом подобен браку с ним. И брак подобен Завету с Богом. Завет с Богом – это то, что заключается добровольно, как брак. Но ты не разрушишь его, не потеряв свое человеческое достоинство. Понимаете? Господь Бог есть супруг твой. Как апостолы однажды Иисусу говорят, если такова обязанность человека к жене, лучше не жениться. Именно, именно, потому что это экзистенциальный союз, где двое становятся одним. И Господь, и Творец твой есть супруг твой. Это вот такое соединение, экзистенциальное соединение народа Божьего с самим Богом, когда они становятся одним целым, и между ними уже нет границы. И страдание народа Божьего – страдание Творца. Сила Творца – это сила народа Божьего. Прощение Творца – это прощение народа Божьего. Вот двое вплоть едино. Так Бог счел нужным сказать о себе и Израиле. «Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает Тебя Господь, как жену юности, которая была отвержена. На малое время я оставил Тебя, но с великой милостью воспряму Тебя. В жару гнева я сокрыл от Тебя лице Мое на время, но вечной милостью помилую Тебя. На время сокрыл лице, вечной милостью помилую Тебя». Помимо всего прочего, здесь нельзя не задуматься об одной довольно неприятной для нас христиан вещи. Заключается она в том, что примерно со второй половины первого столетия мы, не моргнув глазом, начинаем и продолжаем рассказывать басню про то, что народ Божий Богом отвергнут. А теперь мы, типа народ Божий, заместили Израиль, который был отвергнут. Израильтяне не откликнулись. Можно подумать, что там Богородицы или Апостолы, или Иосиф с Никодимом не были израильтянами. Неважно, вот эти вот убогие христианские теологи с конца первого века до ныне врут, собственно, если назвать вещи своими именами, врут, что теперь христиане из всех народов заместили в сердце Божьем изгнанный, брошенный, предавший Бога, не принявший его Израиль. «Если Бог сказал вечной милостью помилую тебя, как я поклялся, что воды ноя не придут на землю больше, так я поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы и холмы сдвинутся, а милость моя не отступит от тебя», обещал Бог евреям. Если эти слова неправда, и теперь вместо евреев у Бога христиане, тогда Бог не заслуживает доверия, тогда все расходимся, понимаете? А если Бог заслуживает доверия, эти слова никуда не денутся, они сказаны Богом со всей полнотой ответственности. Поэтому, ну, грубо говоря, теория замещения, так называемая богословская теория, согласно которой Бог отверг евреев, и вместо них теперь народом Божьим являются христиане, это просто глупость. И не более того. Сколь бы авторитетными ни казались нам сторонники этих взглядов, глупость не перестает быть от этого быть глупостью. А вот Бог верен. Когда Бог возлюбил, когда Бог принял, и когда Бог обещал, Он уже не оставит. Не оставит. И только поэтому вообще, возможно, вера, доверие тому, что Бог не бросит, доверие тому, что Бог не отказывается легкомысленно от своих слов, от своей любви, от своей жертвы. И вот, снова обращаясь к чере Сиона, Бог говорит, бедная, бросаемая буря, я сделаю окна твои из рубинов, сыновья твои будут научены Господом, ты утвердишься правдою. И Господь при этом говорит, смотрите, вот, будут вооружаться против тебя. И впрямь с той эпохи плена минус шестой век, и до ныне многие вооружаются против людей божьих, как евреев, так и не евреев, на самом деле. Вот, но это не от Бога. Но это не от Бога. Никакие гонители никогда не бывают от Бога. ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Вот это и есть наследие рабов Господних, оправдание. То, что Бог обещает такой союз со своими людьми, которые, как брак, раз и навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok